17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте!» – говорит Москва. Открывала первый в истории после революционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. Трансляция велась из Центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Для ускорения начала регулярного вещания требовался мощный стимул, причём на государственном уровне. Таким стимулом стало постановление СНК СССР от 28 июля 1924 года. О частных приёмных радиостанциях, согласно которому частным пользователям разрешалось иметь приёмные радиоустройства, а радиолюбителям конструировать радиоприемники. Кроме того, постановление стимулировало развертывание промышленной базы по выпуску радиовещательных приемников. 12 октября 1924 года Бюро содействия радиолюбительству МГСПС начало систематическое радиовещание через арендованную Сокольническую радиостанцию, станция имени Попова. Первая передача началась в 12 часов дня докладом о роли Ленина в развитии советской радиотехники и задачах рабочего радиолюбительства. Затем строитель радиостанции Минц сделал сообщение о технике радиовещания. После перерыва состоялся концерт студентов Московской государственной консерватории. С этого времени радиовещание велось регулярно, по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах.